Что такое Кавказ? Наверное, каждый скажет, что он знает, что такое Кавказ. Видел на карте, тысячу раз читал в газетах, по радио слышал. Как будто всем понятно, что такое Кавказ. Пожалуй, это слово, которое сейчас в средствах массовой информации чаще всего можно услышать из всех географических названий. Но всё-таки не так просто. Ну, посмотрим на карту. Вот Кавказ. Слева, то есть с запада, Чёрное море. Справа, с востока, Каспийское море. Это понятно. На мировой карте Кавказ маленький. Он выглядит как довольно узкий перешеек между двумя огромными континентальными массивами. Массивом восточной Европы, ну, Россия и Украина в основном политически, это с севера. И таким же массивом, но уже совсем другого характера и по географическим условиям, и по цивилизационным обстоятельствам. Передняя Азия, Турция, Иран. И надо сказать, что Кавказ всегда был и сегодня остаётся маленьким плацдармом противостояния многотысячелетней стратегической борьбы между этими двумя огромными ареалами. Когда-то просто он назывался Великая степь, а потом стал Россия. А с другой стороны, это древнейшие, самые первые в мире цивилизованные государства, очень высокие древние культуры. В Передней Азии, начиная с Шумера, Вавиона и дальше кончая там Парфией, Византией, Турцией, Ираном вплоть до современности. От северного степного пояса Кавказ отграничен естественно. Это Кумамоническая впадина. Ну, если бы она была на 10 метров ниже ещё, то тогда воды Чёрного моря потекли бы в Каспийское и затопили бы огромные пространства по берегам Каспийского моря. Но, к счастью, вот этот перешейк остаётся. Но он очень низенький, он занят цепочкой озёр, болот от Ростова, то есть от устья Дона начинается, и до устья реки Кумы на северной границе Дагестана, равнинного Дагестана, на Каспийском море. Так что это чёткая естественная географическая линия. Вот за ней начинается Кавказ. Южная граница Кавказа – это более сложная вещь. Ну, сейчас это политические границы. Грузия, Армения и Азербайджана. Они сложились в результате того, что вот так вот на таком рубеже закончились военные действия Российской империи сначала с Ираном, а потом уже в конце XIX века только окончательно с Турцией. Ну, ещё во время революции маленькие поправки там были. Но вот эти границы сейчас так оформились, и они, наверное, оформились так, ну, в общеисторическом плане говоря, навсегда. Но есть ещё этнографические границы. И, может быть, не случайно так оформились южные границы Кавказа. Не случайно именно Кумаманыческая впадина географами принята как северная граница Кавказа. В конце концов, можно было и там и другие естественные рубежи есть. И это этнографические границы Кавказа. А что такое лицо кавказской национальности? Это моё лицо. Лицо армянина, лицо грузина, лицо кавказского горца. Если кто-то вам скажет, что он сможет по лицу отличить армянина от грузина, грузина там от черкеса, черкеса от дагестанца, не верьте ему. Проверка объективная покажет, что не сможет. Пока это лицо не начало говорить. Вот когда оно начало говорить, то некоторые черты мимики, произношение, на каком бы языке и как хорошо бы это лицо не говорило, произношение, в общем, скорее всего, выдаст. Армянина, грузина, дагестанца, азербайджанца. Но если это просто лицо смотрит на вас и молчит, то это именно кавказское лицо. Антропологические, точные, очень тщательные исследования показали, что на всем Кавказе распространен по существу один расовый тип, а именно кавказский вариант переднеазиатской расы. К переднеазиатской расе относятся и большинство турок, и иранцы, и курды, и северные арабы, и те евреи, которые сохранили древний, исконный еврейский расовый тип. Их может быть не большинство, но все-таки такие имеются, особенно если в Израиль поедете, вы там увидите таких типичных евреев, которые, в общем, не очень-то отличаются от армян или грузин. Это люди среднего роста, а в горах высокие, с большим лицом, высоким и широким лицом, очень резко профилированным лицевым скелетом. Вот если распилить мой череп вот так, то он будет как нос корабля. Если распилить вот так череп какого-нибудь монгола, то он будет совершенно тупой, как нос, скажем, десантной боржи. А вот этой резкой, острой профилировкой лица отличаются кавказцы от других расовых типов. Высокой спинкой носа, довольно узкими губами. Немножко в восточном Азербайджане и прибрежном Дагестане есть сдвиг в сторону индо-памирского типа, то есть северных иранцев, афганцев, северных индийцев, таджиков Памира. И немножко на крайнем западе у адыгейцев есть сдвиг в сторону балканско-средиземноморского типа. Там больше светлых волос, светлых глаз. А вообще же на Кавказе преобладают черные волосы, темные глаза. Хотя бывают, конечно, и блондины, и рыжие, и голубые глаза иногда попадаются, но это все-таки редко. Статистически это брюнеты с темными глазами. И, пожалуй, на Кавказе наблюдается мировой максимум у мужчин волосяного покрова. То есть роста бороды, аквадистой такой бороды, усов, которая почти целиком закрывает лицо. Ну и на руках, на ногах, на груди тоже волос больше, чем у какого-либо другого расового типа. Здесь мировой максимум. Но это касается мужчин. Женщины имеют несколько иные черты лица. Ну, дело вкуса, кому нравятся женщины типа Бритни Спирс, а кому скорее нравится Ава Гарднер или еще какая-нибудь другая. Знаменитая актриса и женщины, похожие на нее. А кому-то, может быть, нравятся японки, восточные. Да, дело вкуса. Но первый человек, который дал классификацию расовых типов, был швейцарский или швейцарско-немецкий ученый Баофен. Он жил на рубеже 18-го и 19-го века. Он разделил людей на основные расы по материкам. Он выделил тех, кого мы сейчас называем европеоидами. Конечно, и кавказцы, и большая часть арабов, и перцы, и турки. Это тоже европеоиды. Смешанные между европеоидами и экваториальным типом, это индийцы. Но Баофен про индийцев знал мало, поэтому он как-то в этом недостаток его. В азиатскую расу отнес и индийцев, и малайцев, и китайцев, и японцев. Он выделил американскую расу, назвал ее американоидами. Индийцев американских он выделил австралоидов, обитателей Австралии. Он выделил негроидов, обитателей Африки. А вот европеоидов он не назвал европеоидами. Он их назвал кавказоидами. Дело в том, что в это же время там, в Европе, там, в Италии, во Франции жива, в частности, многих других российских дворян, многие из которых проводили всю свою жизнь где-нибудь в Италии или во Франции, вспомним, Тургенева, да и Гоголь, там, подолгу живы, очень многие другие. Вот, среди этих дворян жива одна княжна такого грузинско-черкесского происхождения. Она была российская княжна, но по происхождению была частично грузинкой, частично черкешинкой. Она была исключительно красива, и Богофин был в нее безнадежно влюблен. Безнадежно, потому что он был ученый, не блестящий отнюдь, он не танцевал, не блистал, сидел в своем кабинете и вот так вздыхал и молился на эту светскую красавицу. Он видел в ней идеал человеческой расы, человеческого совершенства. Ну и поскольку европейцы в целом ему тоже казались идеалом совершенства по сравнению там с азиатами или с неграми какими-нибудь, он европейскую расу, европеоидную, назвал кавказоидной. Правильно сделал, потому что если мы возьмем все разные признаки европеоидной, расы, то в максимальной концентрации они встречаются именно на Кавказе. И до сих пор в Соединенных Штатах, где вообще очень много архаичной, там не сантиметры, а дюймы, не километры, а мили. и расовая классификация, которая в Соединенных Штатах имеет большое значение, даже паспортное значение, там анкеты заполняются, люди классифицируются не по национальному, но по расовому признаку. Коккейзиэнс, то есть кавказцы, это вообще все белые люди. И очень иногда наши читатели бывают удивлены, когда читают, что на Гавайях, например, там 70% населения это туземцы и азиаты, а 30% населения Коккейзиэнс. Они думают, откуда столько кавказцев на Гавайи попалось? Ну, там значит, грузин или армян очень много. Нет, там грузин и армян практически нету, может быть, ни одного. А под Коккейзиэнс в американском словопотреблении имеются в виду именно европеоиды в целом. Это, так сказать, остаток несколько условной и произвольной терминологии, которую дал Баховен. В отношении того, что касается физического облика кавказца. В общем, он достаточно единый. В этом отношении можно сказать, что лицо кавказской национальности действительно это более или менее одно лицо. Можно говорить о некоторых чертах общих кавказцам в целом. Это прежде всего чувство собственного достоинства, что очень многие, к сожалению, не понимают. Кавказ очень охотно пойдет к вам навстречу, выполнит любое ваше пожелание, просьба, если она, так сказать, в разумных пределах, он приветливый, доброжелательный человек, но если вы с ним обращаетесь вежливо, а если вы с ним обращаетесь как заранее подозреваемым каким-то преступником и бандитом, он обидится в душе и будет вести себя как бандит. Кавказца легко спровоцировать, не надо кавказцев провоцировать. Кавказ представляет собой исключительную пестроту в языковом отношении. Правда, есть много слов, которые понятны на всем Кавказе, но это слова главным образом персидского или арабского происхождения. Есть много слов греческого происхождения, которые тоже понятны на всем Кавказе. Ну, скажем, какой-нибудь вот такой примерно блокнот. Доптер, на всех почти что языках Кавказа поймут или когда скажешь вот а это что за Доптер у тебя? Кавказ поймет, неважно какой он национальности. Это греческое слово деутера, барака, благодать. Это то же самое, что древнееврейская браха. Любая еврейская молитва начинается со слов барухата будь благословен. Но еврейская барака, арабская барака это благодать, благословение. И в разных языках разно, но благодать, богатство, довольство, изобилие, ну, в разные варианты, но практически барака, беркет, берчат у черкесов. Это, в общем, во всех языках эти слова имеются. И много других таких слов. На Кавказе языков много. В одном Дагестане можно насчитать больше тридцати только исконно дагестанских языков, которые, ну, отдаленно похожи друг на друга. Но все-таки даже в двух соседних деревнях живут хворшины, и недалеко от них там живут дедойцы или ботлихцы, хотя все их языки относятся к андоцесской группе дагестанских языков, но они друг другу непонятны. Языки соседних деревень друг другу могут быть непонятны. Если по всему Кавказу попытаться разобраться, то больше 50 языков звучат таких, которые или употребляются практически только на Кавказе, иногда в пределах одной деревни, потому что человек выходит за ее пределы, и уже на этом языке его никто другой не поймет, или как армянский язык звучат во многих странах мира, но все-таки исконный ареал их находится в пределах Кавказа. Эти языки относятся к четырем разным семьям. Причем даже в рамках одной семьи это довольно далеко отстоящие друг от друга языки. Какие это семьи? Индоевропейская семья, вообще самая большая семья в мире, она представлена на Кавказе. Это армянский язык, который образует отдельную группу, совершенно отдельную, в индоевропейской семье. Дело в том, что индоевропейские языки, во всяком случае, согласно гипотезе Иванова и Гомкрилинзе, первоначально были распространены, ну, те диалекты, из которых сформировались индоевропейские языки, первоначально они были распространены именно на Армянском Нагорье или где-то недалеко по соседству с Армянским Нагорем. В средстве каких-то причин возможно это была природная катастрофа. Скажем, прорыв Босфорского пролива, который когда-то был не проливом, а только сравнительно небольшой рекой, устремление ввод из Средиземного моря в Черное, которое до этого было закрытым резервуаром, резкий быстрый подъем вот Черного моря вынудил, скажем, обитателей западного побережья Грузии, северного побережья Турции бежать куда-то в горы, а то население, которое было в горах, оно побежало дальше от этого внезапного нашествия, и, может быть, это событие было и источником легенды о всемирном потопе, и, может быть, оно дало толчок индоевропейским миграциям, но, так или иначе, индоевропейцы, благодаря тому, что они ранее всех одомашнили лошадь, они имели военное преимущество перед другими народами мира, и, когда что-то сдвинуло их с места, то они очень стали широко распространяться по миру, и как народ более сильный, технически более продвинутый, у них также и металлургия бронзы развивалась раньше. Сейчас на индоевропейских языках говорят от Португалии до Бенгалии и Шри-Ванки. Это и романские, и германские, и индоарийские, и иранские языки, это все индоевропейские языки. И вот очевидно только армяне, предки армян, особенно никуда не сдвигались. Мы не можем сказать, что армяне пришли откуда-то в Армению. Да, некоторые говорят, что с Балканского по острову пришли в Армению, но это маловероятно. И именно поэтому, между прочим, армянский язык сильнее всех отличается от исконного индоевропейского. Дело в том, что когда люди куда-то путешествуют и занимают обширные места, они в большей степени сохраняют свой старый язык, чем те, которые остаются на месте. А те, которые остаются на месте, там язык подвергается большим изменениям. Ну, это достаточно известно в лингвистике явления. Так что армянский язык образует отдельную совершенно изолированную группу в составе индоевропейской семьи. Кроме того, ну, из других индоевропейских языков ближе всего к армянскому, наверное, стоят иранские языки и несколько иранских языков распространены на Кавказе. Это курдский язык, тауишский язык, татский язык, на котором говорит часть населения Азербайджана. Это западноиранские языки, но есть, как ни странно, на Кавказе один восточноиранский язык. Восточноиранские языки вообще распространены в Афганистане и Таджикистане, в горном Таджикистане, на Памире. Афганистане, но когда-то они были языками и ираноязычных кочевников, скифов и сарматов, и вот как их наследие остался в Осетии осетинский язык, это единственный восточноиранский язык, который сохранился так далеко на Западе, и он современная форма аланского языка, аланский язык был потомком сарматского и скифского языка. Вот это индоевропейские языки, которые мы видим на Кавказе. Особое место занимают картвельские языки или грузинские. Они все только в Грузии, но правда лазы живут и в Турции на них и говорят на языке, который очень похож на мегрельский. Все эти люди называют себя грузинами, но большинство из них говорит на разных диалектах собственно грузинского языка, правда они друг от друга отличаются, но не так уж сильно. Ну, скажем, восточный грузин Кахетин скажет пришел, ушел мойдац, авида, а эмеретин скорее скажет мэвидац, эвида, но это не литературно, это диалектно. Но кроме того, есть еще языки мегрельский, лазский, лазский в основном в Турции и сванский в Сванетии, которые очень сильно от грузинского языка отличаются. Когда вы будете слушать людей, говорящих на этом языке, вы скажете, ну да, что-то похожее на грузинский есть, но, конечно, это не грузинский и понять я ни слова не могу. Ну, точно так же, как если рядом с вами будет говорить там чех или словак, вы поймете, что это славянский язык, но о чем они говорят, конкретно перевести, объяснить вы не сможете. Так что, вот, есть индоевропейские языки, есть грузинские языки, есть тюркские языки, это азербайджанский, кумыкский в Дагестане, ногайский, скажем, в Дагестане, в Ставропольском крае, карачаевский язык в Карачаево-Черкесии, балкарский язык в Кабардино-Балкарии, там это языки горского населения. Скажем, кабардинцы живут на равнине, и черкесы живут в основном на равнине, а карачаевцы и балкарцы они живут дальше в горах. И индоевропейские, и грузинские, то есть картвельские, и тюркские языки объединяются в огромную надсемью, которая называется настратическим, туда входят индоевропейские, картвельские, тюркские, алтайские языки, скажем, монгольские, маньчжурские, и даже дровицкие языки на юге Индии, они тоже входят в эту огромную семью. Это был некогда единый язык, но это был единый язык так, 13 тысяч лет тому назад, тоже, очевидно, распространенный недалеко от Кавказа в Передней Азии. в местах, где ранее всего возникло земледелие и скотоводство, а домашним было пшеница и овца, корова, и вот эти языки распространились по всему миру. Индоевропейский, самый распространенный из них, это уже следующий этап, так же, как и тюркский. Ну, в общем, где-то исконно эти языки родственны между собой. Надо сказать, что все это доказало, причем математически точно доказало, иногда невероятные вещи, вот такое распространение языков и народов из какого-то узкого первоначального ареала Московская школа сравнительного языкознания. Сравнительное языкознание когда-то был уделом главным образом германских ученых. Оно зародилось в 18 веке, прежде всего на основании сравнения европейских языков и индийских языков, санскрита в частности. Как-то английский и вслед за ними немецкий ученый с удивлением увидели, как похожи, скажем, латынь и санскрит, надо сказать, что русские, если бы они знали, они бы еще больше удивились, потому что русский на санскрит еще гораздо больше похож, чем латынь. Можно посчитать один, два, три, четыре, пять, да, на санскрите посчитаю эко, два, три, чатар, пять. Очень многие слова звучат очень близко по-русски и на санскрите. Так вот, более глубокие разыскания, открытие огромных надсемей, которые тоже восходят к первичному какому-то проязыку, но не там шесть тысяч лет тому назад, как индоевропейские, а шестнадцать или пятнадцать тысяч лет тому назад. Все это заслуга московской школы сравнительного языкознания, которая зародилась, ну, где-то примерно пятьдесят лет тому назад. Трагический очень момент. Самые блестящие представители этой школы почему-то рано умирали. Вообще у истоков вот этого настратического учения, то есть родства настратических языков индоевропейских, алтайских, дравидийских, стоит Владимир Ильич Свитыч, гениальный лингвист. Его сбил автомобиль, когда он, задумавшись, переходил улицу, ему было тридцать с небольшим летом. Но он успел создать колоссальный труд, который потом его ученики и коллеги развивали. И другой гениальнейший ученый, который как раз занимался кавказскими языками. Сергей Анатольевич Старстин, академик, он в возрасте 51 года в институте востоковедения, где он работал, скороспостижно скончался от инфаркта. Колоссальная потеря, это был действительно гениальный лингвист, таких других просто нету в мире не было. Они успели сделать очень много. Исследования Московской школы сравнительного языка знания продолжаются и сейчас. Так вот, произошла совершенно фантастическая история. Две небольшие группы работали. Одна восстанавливала кавказский проязык, не грузинский, не армянский, нет, а именно кавказских народов, то есть черкесов, кабардинцев, абазин, абхазов, чеченцев, дагестанцев. Вот разные эти языки. В конце концов, если обрабатывать, так сказать, сравнение корней, сравнение слов, то можно найти словарь того языка, от которого 8 тысяч лет, а на самом деле, может быть, даже 13 или 15 тысяч лет тому назад, но для собственно кавказского это 8 тысяч лет, они разветвились. А рядом с ними работала другая группа, которая разрабатывала китайско-тибетский проязык. Китайско-тибетскому проязыку восходит также маленький народ, есть тысяча человек всего, в Сибири кеты, они родственные китайско-тибетскому, до этого не знали родственных других, ну, Китай, Бирма, Тибет, там много языков, кроме огромного китайского языка, конечно, с кучей диалектов, есть несколько тибетских языков, есть много горно-бирманских языков, гималайских языков, там есть что сравнивать. А потом как-то обменялись, оказалось, что у них в общем одинаковые получился словарь. И у тех, и у других, независимо друг от друга, слова получились не совсем одинаковые, но очень-очень похожие. Корни для базисных слов, древнейшие, оказались одни и те же. И тогда они начали над этим думать, они не искали этот результат, он случайно образовался. Но оказывается, что китайско-тибетские языки, то есть языки народов Гималаев, Непала, Тибета, Бирмы, Китая, Горного Вьетнама, ну и вот такой далеко отстаящий от них кетский язык, а потом оказалось, что и на севере Пакистана бурежский язык, бурежки так вообще они живут как таджики, внешне не очень отличаются и образ жизни у них такой же. Всегда было известно, что это какой-то отдельный странный непонятный неизвестно откуда взявшийся язык. Он тоже оказался в этой же группе. Получается, что существовал когда-то праязык, который называли сино-кавказским, то есть китайско-кавказским. И, по-видимому, он все-таки был распространен именно на Кавказе. распространялся он на восток через горные системы северного Ирана, через Таджикистан, через Гиндукуш, где бурижский язык застрял, остался, в Гималайи, то есть по горам, по высоким горам он шел, и только из Гималаев и Тибета он потом вышел как-то на китайскую равнину и стал уже там распространяться наверное среди двух миллиардов человек уже на сегодня. Говорят, ну как это может быть? Вот Кавказец, допустим, черкес или дагестанец, а вот китайец, что между ними общего? Но тут можно возразить, а вот тувинец в Туве, а вот азербайджанец в Азербайджане расстояние расстояние такое же и внешние различия такое же точно, но те и другие говорят на тюркском языке. Мой друг, который вводит азербайджанским языком, он поехал в Туву и насчет простых вещей, ну значит вот нельзя ли у вас в доме остановиться, ночевать, можно ли где можно воду получить, попить, там вот такое село, где надо поворачивать направо, где налево, если по дороге едешь, со своим знанием азербайджанского он смог на такие простые вещи разговаривать с тувинцами. Так что здесь между дагестанцами и китайцами расстояние такое же, как между турками и тувинцами разница внешняя точно такая же, а язык почти один и тот же. Здесь, конечно, не один и тот же язык, но 15 тысяч лет тому назад или 13 тысяч лет тому назад да, был один и тот же. Очевидно, именно на Кавказе потом распространялся. И мы можем сказать, что древний Кавказ 7 тысяч лет тому назад он говорил на языках, они уже тогда были разные, но этой группы, в которую сейчас входят абхазо-адыгские языки, это языки абхазцев, абазин, черкесов, адыгейцев и нахско-дагестанские языки, то есть языки ингушей, чеченцев и народов Дагестана, аварцев, ботлихцев, арчинцев, лакцев, табасаранцев, лезгин, даргинцев и так далее. Можно думать, что какие-то родственные друг другу языки в общем находились в этом ареале, переднеазиатском ареале. Допустим, предок настратических языков находился где-то в пределах современной Турции и Ирана, предок афразийских языков, то есть древнееврейского, арабского, берберских языков находился в пределах Ирака и Сирии, там и Израиля современного, а предок синокавказских языков находился не только на Кавказе, но и вокруг Кавказа, то есть часть северной Турции, наверное, до Сирии, вот то, что называется сейчас иранским Азербайджаном до Сирии, это был ареал кавказских языков древности, близких к дагестанским. И более того, уже можно считать доказанным, что загадочный язык этрусков в Италии тоже относится к этой же семье, к кавказской семье. Вот так обстоит дело с языковой ситуацией на Кавказе. Как видите, масса интересных, загадочных иногда, невероятных даже моментов. Далеко не все ясно, как это происходило, какой язык накладывался на другой, какой язык на другой оказывал большое влияние или наоборот, и так далее, и так далее. Ну, вот так вот родилась исключительно пестрая лингвистическая карта современного Кавказа. Этнографические границы так же, как и языковые границы проводятся иначе, чем политические, административные, государственные. Ну, языковые границы, границы между диалектами, языками определяются пучками изоглос. А изоглоса это линия, которая очерчивает тот ареал, где вот то или иное слово распространено. Вот мы говорим сегодня в России, а в Беларуси говорят сенни. Вот ареал слова, где говорят люди в обычном разговоре сенни, это изоглоса слова сенни, то есть это одна из границ белорусских диалектов. У нас нету слова сей год, мы говорим в этом году, а на севере поморы говорят сей год. опять-таки вот изоглоса сей год очерчивают с границей поморских диалектов. А этнографически, ну например, что такое Восточная Азия в этнографическом смысле слова? Это те места, где люди едят палочками. В других местах едят вилками, ложками, просто руками, лопаточками, а там едят палочками. И только палочками только там и больше нигде в мире палочками не едят. Изопрагма называется такая линия, изопрагма, которая очерчивает те места, где люди едят свою еду палочками, и есть изопрагма, образующая границу восточно-азиатской этнографической области, то есть Корея, Япония, Китай, равнины и Вьетнам, вот это будет этот реал. Для Кавказа можно найти изопрагму, которая характеризовала бы весь Кавказ. Это основная часть кавказского костюма черкеска. Черкеска, как таковая, оформилась относительно поздно, в 17 веке, скажем так, но ей предшествовали другие формы одежды и восходит она исторически к скифскому наездническому всадническому кафтану. Одежда приспособленная для всаднической жизни, для походов, для битвы, для постоянной езды на коне. Одежда, которая хорошо сочетается со всадническим оружием. коротким мечом окинаком у скифов, который потом превратился в кавказский кинжал, ну и другими формами снаряжения и узким поясом обязательно с какими-нибудь мелкими серебряными украшениями. Обычно черкесска имела карманчики на груди такие, куда вставлялись патроны, они называются газыри, но иногда могли быть не газыри, а просто карманы, но они обычно были. Конечно, крестьяне, особенно крепостные крестьяне, зависимые, часто ни кинжала, ни газырей не носили, но дворяне, землевладельцы, высший класс, они обязательно носили это оружие, а на большей части Кавказа вообще все свободные люди, горцы, носили это оружие при себе, без этого оружия на улицу вообще не выходили. Можно сказать, что Кавказ это страна, где свободные люди, независимые люди, мужчины одевались в Черкесску. Черкеска, как и любая форма одежды, вещь историческая. Кавказ оформилась окончательно только где-то в 17-18 веке. Но можно сказать, что и Кавказ как таковой оформился в 17-18 веке. Он существовал, конечно, и раньше, но границы его, особенно южные границы, исторически менялись. Поэтому на исторических картах территорию Кавказа, если мы будем очерчивать, то в разные периоды она занимает разную территорию. Но сейчас вот именно такое, как я сказал, и это совпадает с этнографической границей. Сейчас, правда, Черкесску на Кавказе почти никто не носит. Могут носить офицеры в торжественных случаях, как парадную форму. Но в этом качестве она распространилась и у казаков, правда, именно у кубанских и терских казаков, то есть тех, которые тоже могут считаться одними из народов Кавказа. Их обычаи сформировались на Кавказе в постоянном контакте с кавказскими горцами. Наши императорские любили одеваться в Черкесску, особенности последней Николай Александрович. Черкеска была его любимым костюмом, и очень многие русские генералы дореволюционные тоже любили Черкеску, потому что Черкеска это прекрасный костюм, который подчеркивает именно достоинство воина. Человека статного, с узкой талией, с широкими плечами, со смелым, мужественным лицом, готового выйти навстречу опасностям. Хотя сейчас кавказские мужчины в основном носят разные пиджаки, кожаные куртки, женсовые куртки, иногда жених надевает Черкесску, как свадебный костюм, ну и танцоры на сцене, вот, собственно говоря, и все, где вы можете увидеть сегодня Черкесску. Но мысленно, мне кажется, в душе каждый кавказский мужчина воображает себя одетым в Черкесску. И даже если у него достаточно большое позе, что, к сожалению, нередко сейчас для кавказских мужчин, то мысленно он видит себя стройным, затянутым, мужественным, таким, спортивным, воинственным. И это отражает его характер. Кавказский человек это прежде всего свободный человек, независимый человек. Он терпеть не может зависимости, терпеть не может необходимости подчиняться. И может быть многие причины относительно экономической отсталости Кавказа и постоянных политических каких-то пертурбаций, которые там происходят, они коренятся именно в том, что не любит кавказский человек подчиняться какой-то безусловной, абсолютной, непререкаемой власти. Не в его это характере. Он очень бережно, трепетно, я бы сказал, параноидально иногда относится к понятию собственного достоинства, чтобы его никто не оскорбил, не унизил. Он редко улыбается, потому что улыбка это ну признак с его точки зрения, признак какого-то подчинения некоторой уже хотя бы небольшой, но потери этого мужского достоинства. Обычно он очень серьезен, горд и я бы сказал, даже довольно высокомерен и очень тщательно соблюдает формальный этикет. то есть он ведет себя так, как если бы он был одет в черкешку, как если бы у него на поясе был кинжал. Сейчас ни у кого кинжала на поясе нет, но у очень многих кавказских мужчин, гораздо большего их числа, чем вы думаете, где-то имеется пистолет, который он может пустить в ход, если оскорблено его достоинство. Вообще-то кавказские мужчины серьезно относятся к вопросам драки и вопросам оружия. Они считают, что если уж драка началась, то она должна идти насмерть или во всяком случае до полной какой-то победы одной страны, до полного поражения противника. Поэтому вопреки распространенному мнению, кавказцы неохотно начинают драку. Толкать друг друга с пьяду, говорить, а ты кто такой, а ты кто такой, да пошел ты, и так далее, и так далее. Это не кавказская черта. И хотя кавказцы, конечно, выпивают и довольно много выпивают, но позором считается напиться так, чтобы потерять контроль над собой. вся их система выпивки построена на том, чтобы даже выпив и выпив много, не потерять собственное достоинство. Вот это собственное достоинство, связанное с черкесской, оно неотъемлемая часть лица кавказской национальности. И основа кавказской системы ценностей одна. Я должен сказать, что мы кавказцы, армяне, грузины, чеченцы, дагестанцы, черкесы, осетины, азербайджанцы, если нам не мешают, если нас не стравливают какие-то внешние политические силы, мы деремся между собой из-за мелочей, но мы легко находим общий язык, и мы легко можем подружиться между собой. И если в мирной обстановке сядем мы за стул, чеченец, ингуш, осетин, абхаз, грузин, армянин, азербайджанец, мы очень хорошо проведем время, мы очень хорошо поймем друг друга, мы поймем, что по-настоящему нам нечего делить, что мы вполне можем жить в дружбе друг с другом, потому что наши ценности, наши идеалы, наш этикет, наша этика, наши понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, они совпадают. в значительной степени, знаете, это даже не результат того, что мы живем на Кавказе в течение тысячелетий рядом, близко друг с другом, это в какой-то степени результат того, что на Кавказе задержалось социальное развитие, что там не образовался вот такой монархический абсолютизм, европейского типа. Он там образовался феодализм и абсолютизм, но другой. Я по образованию японист. Я изучал японский язык, я изучал японскую культуру, а вырос я на Кавказе, школу среднюю закончил в Тбилиси и, так сказать, вращался среди разных кавказских народов. Довольно долго, почти до 30-летнего возраста не было у меня возможности поехать в Японию, хотя японский язык я изучу очень хорошо. С японцами я общался, но с теми, которые приезжали, скажем, в Москву, там на фестиваль, на разные другие, работал переводчиком. Только в 60-м году мне было 28 лет. Я первый раз поехал в Японию. А до этого читал труды английские, американские, немецкие а Японии. И там все было написано японцы это такой загадочный народ, они ведут себя не так, у них все как-то наоборот, там шиворот на выворот, их не поймешь, для европейца они совершенно непонятны, и так далее, и так далее. Приехал и больше всего удивился тому, что ничто меня не удивляло. Нормальные люди правильно себя ведут, я бы в этих обстоятельствах поступал бы точно так же, а потом я понял, что это с точки западного европейца, индивидуалиста, уже очень проникнутого капиталистическими, буржуазными отношениями, еще с какого-то там 14 века проникнутого вот этими отношениями монетарными, они неправильно себя ведут. А с моей точки зрения, с точки зрения кавказца, они правильно себя ведут. Элементарная вещь, гостеприимство. Гостеприимство свойственно и англичанам, и французам, и немцам, ради бога. ничего не хочу сказать. Но придешь к какому-нибудь немцу, они сидят, обедают, говорю, извини, мы тебя не ждали, ты неожиданно пришел, поэтому у нас только четыре котлеты, и вот нас четверо, ну а тебе сделаем там кофе какой-нибудь бутерброд, а котлеты на тебя не хватает. Японец, как и кавказец, даже если ты пришел к нему неожиданно, он в лепешку расшибется, чтобы тебя угостить, а уж если позвал, если собрал гостей, гостей, а потом, ну может быть три-четыре дня семья будет доедать то, что от этого пиршества осталось, а потом будет кушать только лаваш и обиа, и больше ничего у них не будет месяц. Мясо покупать не будет, ничего покупать не будет, потому что все израсходует вот на это пиршество, на прием гостей. Это кавказская черта, но это и японская черта. Или вот такая сдержанность, да, правда, японцы часто улыбаются, но это улыбка, знаете, как вы поживаете, спасибо, ничего, ну а конкретнее, ну, у меня вчера жена умерла, а так, в общем, все, ничего. Примерно такая манера не акцентировать собственные несчастья, свои проблемы, переносить очень стойко всевозможные беды. В Японии устраивают пышные поминки и на Кавказе, ну, на Кавказе там женщины могут кричать, плакать, но это традиция такая уже другая, а в принципе на жизненные несчастья одинаково реагируют, и в общем надо реагировать стойко. В гостеприимстве ты должен по возможности быть лучше всех остальных. Неважно, потом полгода можешь голодать, это твое дело, но уж изволь, если ты собрался какой-то пир, свадьба там, или поминки, или просто какое-то событие отмечать, то уж все, что можешь, должен сделать. если тебя оскорбили, сделать вид, что вроде бы как будто ничего не произошло, а потом, может быть, через много лет страшным образом отомстить. Это и кавказская кровная месть, это и японская кровная месть. Это все, как бы вам сказать, некоторые пережитки раннего феодализма, но очень сильные пережитки, которые перенесены в сегодняшнюю жизнь. Они не являются специфически кавказскими, европейские крестоносцы вели себя точно так же, как сегодняшние чеченцы, также брали заложников на выкуп, также могли вырезать под корень противника, если этот противник для них был опасен и отчаянно сопротивлялся, также могли щедро проявить какую-то неожиданную великодушие. В общем, Ричард Львиное сердце был не хуже и не лучше какого-нибудь, ну, Масхадова, скажем там, или Яндорбеева. Средний рыцарь-крестоносец был психологически таким же, как средний грузин или средний озетин. Так что нечему тут удивляться, нечему тут ужасаться. Это люди такие, какие они есть в результате исторических обстоятельств, в результате специфики или какой-то задержки, специфичной задержки развития своих социальных отношений. Вот то, что можно сказать об этих самых существенных кавказских чертах. Игорь Негода, Игорь Негода, Игорь Негода, Игорь Негода,